в общем я на автодроме сейчас делаем упражнения те которые уже я умею а забыл сказать всем привет и все и учусь заезжать на эстакаду ну не знаю может сейчас покажу просто так быстренько что я уже умею и в общем потом эстакада неважно сколько я буду времени тратить что-то ребята сегодня камера не хочет снимать держится на месте кое-как прямостили надеюсь будет все видно немножко под углом но зато сейчас едем на змейку самое первое упражнение которое я научился делать для ветер такой звуки просто сдувает конусы все о боковой ветер на на самокате сегодня еле доехал пришлось ехать на самокате потому что пробки от красных партизан просто ужасные едем на параллельную парковку это наверное единственное упражнение которое прямо уже так в котором я точно уверен параллельная парковка а какое упражнение самое сложное считается никакое все нет эстакада психологически сложно типа что нужно заехать чтобы не скатиться а вот она и и и и и и и и Эстакада это непросто. Плавненько мёску домой. Стоп. Так, ручничок. Всё, устал. Дальше я подвожу сцепление, да? Да, до вибрации. Вот, теперь газ добавляешь на двух с половиной. Кнопку нажимаешь и держишь ручник в этом же положении. Сцепление ещё чуть-чуть. Вот, чувствуешь? Отпускает до конца ручник. Газку добавь. Всё, отлично. Понял? Ну да, вроде. Ничего сложного? Ну, вроде да. Короче, ребят, это больше психологический момент. Блин, что-то у меня рука трясётся. Больше психологический момент, но вроде получилось. Короче, я сижу в Чистяковской роще и ем блин в окружении птиц, в окружении белок. В общем, закончилось у нас занятие. На эстакаду у меня, конечно, были затупки. Ну, когда я заезжал. Поэтому, вроде более-менее научился. Воскресенье теперь в город. Батарейка на самокате у меня на исходе. Домой я точно не доеду, но мне хотя бы до Герца надо ехать, чтобы там на автобус сесть. Так, что такие дела. Там белки бегают, но не знаю. Может быть, подойду, сейчас покажу. Птиц куча. Красота здесь вообще в Чистяковской роще. Уже цветы цветут, вон, белые деревья в смысле. Ох, с чего бы начать? С чего бы начать? Начнем с того, что это мое второе посещение уже автодрома. После того, как я приехал с деревни. В первый раз, когда я туда ездил, я решил сделать так. Сесть на автобус, на четверку. Взять с собой самокат. Ах, да. Я не рассказал. Самокат-то мне уже починили. В общем, взял я с собой самокат. Приключение началось, получается, еще с отправления на четвертом автобусе. Зашел я в автобус. Самокат я сложил. Все, встал в уголок. То есть, в четвертом автобусе там посередине есть такое место для инвалидов. Ну и, собственно, я встал на место для инвалидов. С собранным самокатом. И ко мне подходит кондуктор. Говорит, вам придется заплатить за место для багажа. За багажное место. Я такой говорю, в смысле говорю? Так это же не багаж. Это же просто вот самокат в сложенном состоянии. То есть, он не занимает второе место какое-то. Что такое багаж? Багаж, это когда ты занимаешь, допустим, одно место и второе, да? Ну, я насколько понимаю. Окей, думаю, ладно. Заплатил, получается, я 28 рублей за себя и 28 рублей за свой самокат. Багаж стоит 28 рублей. Нет бы сделать в пол стоимости от проезда провоз багажа. Но нет. За багаж мне нужно заплатить 28 рублей. Ну, хрен с ним. Ладно, заплатил. Я думаю, не буду ругаться там, не буду спорить. Потому что мне сейчас ехать на автодром. Мне нужно с хорошим настроением это делать. И сегодня у меня еще одно занятие на автодроме было. По этой же схеме хотел и сегодня провернуть. Думаю, ну, хрен с ним. Заплачу уже 28 рублей за самокат. Так, тут, в общем, я выезжаю на остановку. Смотрю и от самого Светлограда, где-то до ботанического сада, пробка была. Представляете? То есть я просто вышел, смотрю, машина стоит. Ну, машины стоят и все. Я думаю, блин, если я сейчас в этой пробке еще буду, представьте, ждать автобус четвертый. Потом мне нужно будет на него сесть, стоять в этой пробке. А я, получается, вышел в без десяти одиннадцать. Для того, чтобы просто вот у меня было время доехать до остановки. В одиннадцать сесть и ровно за час доехать до автодрома. Ну, с учетом пробок. Я уже примерно предполагаю, где и что и как. И в итоге я поехал на самокате на автодром. Доехал ровно все, четко, вовремя, вообще без всяких проблем. Но аккумулятора у меня хватает всего на 22-23 километра. Понимаете? А туда, ну, наверное, около 15 километров ехать. Думал, что сяду на четверку на Герцена. То есть доеду до Герцена. Примерно до этих пор хватит аккумулятора. Позанимался я на автодроме. Погода испортилась. Стало холодно прям сегодня вообще. Не знаю, когда ехал было тепло. А обратно ехать уже прям морозит. Прям холодно. Короче говоря, я заехал в парк. Рощу, да, Чистяковскую. Купил себе покушать. Потому что уже кушать хотелось. Ну, а идти далеко. И, соответственно, что я буду? Голодным, что ли, идти? И оттуда я часть пешком, часть, получается, на самокате. То есть там уже аккумулятор дохлый был. Сел на остановку. Жду четверку. Приходит одна четверка. Забитая. Просто вот напрочь забитая. Думаю, ладно, хрен с тобой. Подожду еще одну. Приходит следующая. Абсолютно такая же забитая. Ну и, в общем, пришлось идти от Герцена пешком. Пешком до Светлограда. И там, получается, по красных партизан пробка была. В общем, сегодня я приличное расстояние прошелся пешком. Ничего страшного. В принципе, это последнее занятие было на автодроме. И еще один момент. Пока шел по красных партизан и двигался по дорожке пешеходной, я пешком шел, катил рядом с собой самокат. И тут, в общем, я иду с самокатом и слышу какой-то свист, что ли, или чириканье какое-то. Ну, я не понял. Думаю, птица, что ли, какая-то. А я иду, уставший весь уже, мне как бы пофигу, там, на птиц, на всяких. И я такое что-то чувствую, мне в самокат что-то пинает. Ну, что-то такое прямо вот пинает что-то в самокат. Поворачиваюсь на колесо, смотрю, а там огромное колесо велосипедное. И я смотрю, оно так меня вот так подталкивает. Так бум-бум. Я такой поворачиваюсь. Ну, самокат, естественно, по инерции чуть-чуть ближе к себе подвинул. И уже как раз дорога на расширение пошла. И объезжает меня мужик какой-то. Я пешеход. Иду с самокатом. Допустим, это была бы коляска. Ну, допустим, я бы ребенка своего вез. Охренеть. Какой-то урод берет и просто меня выгоняет с дороги. На велосипеде. Представляете, да? В общем, культуры, честно говоря, у нас в городе как таковой нет. На этой неделе еще будут интересные события, конечно. Но это уже будет в другом влоге. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok